В России отмечен рост заболевших ОРВИ и гриппом. Превышение недельных эпидемических порогов наблюдается в 13 регионах страны, в том числе и в нашем городе. В лечебных учреждениях Норильска с 24 января введен так называемый масочный режим. В Норильске только за прошлую неделю гриппом и ОРВИ заболел 821 человек. В соседней Дудинки и поселках такой диагноз более чем у 130 человек. На территории зафиксировано незначительное превышение пороговой заболеваемости по гриппу и ОРВИ. В этом году, скажем так, подъем был зафиксирован несколько ранее. То есть обычно в эти моменты у нас происходят в феврале-марте каждого года. Сейчас это конец января, никаких особенностей в этом нет. Меж тем во всех лечебно-профилактических учреждениях города введен масочный режим для персонала. Посетителям поликлиники и больниц тоже рекомендуется соблюдать аналогичные меры предосторожности, чтобы не пополнить статистику заболевших. А в Красноярске медики отмечают вспышку не только заболевания ОРВИ, но и пневмонии. Чаще всего причинами недуга медики называют вирус H1N1, известный как свиной грипп, коронавирус и вирус гриппа Б. С начала декабря в стационарах краевого центра побывали почти 400 человек. При этом каждый десятый оказывается в реанимации. Пульмонологические отделения переполнены, и медика приходится спешно перепрофилировать другие отделения для больных с воспалениями легких. Как правило, вот так тяжело до развития пневмонии у нас болеют непривитые пациенты, которые не прививались против гриппа. Сегодня мы широко говорим о вакцинации против пневмококовой инфекции, которая как раз и является одной из этиологических факторов пневмонии. Это у кого-то развились осложнения. Возможно, я говорю, эти пациенты с хроническими заболеваниями, возможно, они получали неадекватную терапию, возможно, они вообще не лечились. Сейчас врачи всего Красноярска работают с двойной нагрузкой. Поставлен печальный рекорд. Госпитализировано 70 человек за сутки. Около 300 человек остаются в стационарах с диагнозом пневмония. Всего с начала года за медпомощью обратились больше 600 красноярцев с воспалениями легких. И эта цифра еще вырастет, ожидают медики. Большинство обратившихся пожилые люди, но несмотря на напряженную ситуацию, врачи уверены. За пределы Красноярска вспышка не вышла, в остальных территориях края ситуация стабильная. Да и в столице региона все под контролем. Я не вижу особо чрезвычайной ситуации, поскольку такое случается периодически. В 2009-2010 году у нас была пандемия, вы знаете, во всем мире, вирус гриппа H1N1. В 2016 году у нас была эпидемия в Российской Федерации. Сейчас пока эпидемия барьера не превышена. Анастасия Гринько, новости северного города, присоединение Красноярской телекомпании «Седьмой канал». По прогнозам медиков, такая ситуация продлится до марта. Кроме того, до превышения эпидпорога по гриппу Красноярску остается всего 1%. По данным Роспотребнадзора, симптомами этого заболевания уже обратились более 6 тысяч красноярцев. Для профилактики горожанам советуют чаще мыть руки и умываться, а при первых признаках болезни сразу обращаться к врачам. Такие же рекомендации даны и Норильчанам. Теперь коммунальным проблемам, которые не дают покоя жителям КРК на инициативная группа жильцов этого района, чуть ли не войну готова объявить местным ЖЭКам. Люди давно уже недовольны и качеством воды, и отоплением. А последней каплей стали платежи за установку общедомовых счетчиков. С одной квартиры жильцов требует от 600 рублей до 23 тысяч. Возмущенные кырканцы обращались и в администрацию, и в прокуратуру. Теперь вот дошли до депутатов ЗАГС Собрания Края, чтобы те помогли найти решение проблем. На прием к депутату ЗАГС Красноярского Края Павлу Семизорову Наталья Бреславская идет с тяжелым сердцем и опустевшими карманами. В недавней платежке добавилась строка за установку общедомовых счетчиков. И сумма оказалась немаленькой. Конкретно мне выставили счет почти 14 тысяч за трехкомнатную квартиру 72 квадратных метра. Жильцы решили выяснить, откуда такие суммы. Оказалось, что установка счетчика в их доме обошлась в 5 миллионов рублей. Наталья и другие владельцы квартир провели собственное расследование. И выяснили, что счетчик их модели стоит от 70 до 100 тысяч. Куда же делись еще 4 миллиона 900 тысяч? Были письменные ответы о том, что оставшаяся сумма была потрачена на установку счетчиков, на приглашение специалистов на проживание и питание этих специалистов. Извините. Если на моем доме примерно счетчик стоит 5 миллионов, а сам счетчик стоит 70 тысяч, ну 100 тысяч хорошо. Как же так? Откуда такие суммы? Откуда сумма в 5-6 миллионов может взяться? Проект работы, всю раскладку по стоимости, по словам кайрканцев, управляющей компанией им предоставить отказались. Разговаривали на словах. Никаких документов нам не хотели предоставить. Это говорит о том, что быстрее всего есть что прятать. Если люди были бы открыты, у нас бы не было по сегодняшний день вот столько вопросов. Депутат Павел Семизоров с подобными обращениями сталкивается не в первый раз. С похожим к нему приходили и жители Кайркана, и Аганера. В принципе, однотипные подъезды, но разные стоимости приборов учета. Соответственно, людям, когда выставляют с соседних подъездов разную стоимость за установку и за сам этот прибор учета, конечно, у людей возникает вопрос, а почему? Причем суммы там разнятся иногда на 20-30 процентов. То есть где-то миллион полтора, где-то два-двести, по-разному. Этот вопрос стал первым в обращении к депутату, но оказалось, что это только верхушка айсберга. Пожалуй, жильцы на качество воды в Кайркане, особенно в межсезонье, и на недавние работы по установке теплообменников. Узлы установлены в теплоцентрах, но трубы, которые проходят по дому, они не утеплены. То есть нагрев проводится, производится, но при доставке горячей воды в квартиры вода остывает. Получается потери? Потери. Идут потери. Подъезды у нас в основном все холодные. Возмущены люди тем, что за приборы управляющие компании деньги собрали, а в доступе к счетчикам тем, кто за них заплатил, отказывают. И у жильцов нет возможности сверить данные в платежке с реальными показателями. В конце концов, расчеты вот этих приборов, расчеты сбережения энергоресурсов никто не предоставляет. Это как понять? Ребята, вот вам, пожалуйста, приборы, дайте нам деньги, а дальше получится у вас, не получится, так нельзя. С озвученными проблемами Павел Семизоров пообещал разобраться. Сейчас направлены обращения в администрацию города, Бубкос и ЖЭКи. Обсудить результаты проверок и обращений с инициативной группой караканцев краевой депутат планирует в феврале. Егор Тулновский, Василий Саматюшкин, Геннадий Зверев. Новости северного города. Краевые парламентарии держат на контроле и мусорную реформу в Норильске на Таймыре. По результатам выездных совещаний, которые прошли как в нашем городе, так и в Дудинке, депутаты ЗАГС Собрания Красноярского края предложили рекоператору компании «Росттех» до начала февраля разработать и представить дорожную карту по обращению с мусором в Таймырской технологической зоне. На совещании в Норильске председатель комитета по природным ресурсам и экологии регионального парламента Александр Симановский заявил, в декабре в федеральный закон внесли изменения, которые позволяют отложить реформу на год. Мы инициировали отложение этого законопроекта на территории Красноярского края в связи с тем, что отдаленные территории, такие как Норильск и приравненные к северным территориям, не готовы к реализации мусорной реформы, потому что у нас есть большие расстояния, то есть должны быть особые условия, но учитывая то, что этот закон был озвучен давным-давно, о том, что это позиция президента Российской федерации, с 1 января 2019 года закон об обращении с коммунальными отходами начал работать в Красноярском крае. Но в конце декабря были изменения, которые дают нам возможность отложить еще на один год, либо там, где услуга не оказывается, либо там, где оператор отказывается, для того, чтобы подготовиться к этой реформе. Между тем, Норильский таймыр не вошли в число тех, где реформа отложена, однако парламентарии оценивают работу рекоператора неудовлетворительно. Да и таймырский прокурор на совещании в Дудинке дал резкую оценку деятельности регионального оператора, заявив, что компания к работе на территории не готова. А теперь о том, как один норильчанин другу хотел помочь снабдить товарища за колючей проволокой мобильным телефоном и сам чуть было не попал под арест. По данным силовиков, мужчины договорились, где и когда состоится передача мобильного телефона. В назначенный день с воли посылка была доставлена. Мужчина перебросил сверток с мобильником через забор колонии. Однако его тут же задержали сотрудники в СИН, телефон изъяли и передали в Росимущество на реализацию. А нарушителя привлекли к административной ответственности. Ему выписали штраф в 3000 рублей. Сначала мужчина отказался его заплатить, однако под угрозой ареста на 15 суток все же погасил штраф. Если нарушитель с мобильным телефоном отделался практически легким испугом, то жителю Кемеровской области, приехавшему в Дорейск на заработки, крупно не повезло. При себе у гостя города полицейские обнаружили крупную партию наркотиков и отпускать на свободу не захотели. Несостоявшегося наркоторговца задержали в аэропорту Норильск. При нем оперативники обнаружили 2 килограмма 760 граммов наркотических средств, которые он собирался раскладывать в тайники для последующего сбыта. Также известно, что мужчина нашел подельников, которые пока не установлены. Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, подсудимый полностью раскаялся и сотрудничал со следствием. Суд учел это и приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы. Норильский заполярный театр драмы объявил, какие из показанных на нынешней творческой лаборатории полярка эскизов спектаклей будут доработаны и войдут в постоянный репертуар Маяковки. В этом году зрители проголосовали за два эскиза. Сережа очень тупой от режиссера Тимура Файрузова и спектакль «Ради тебя», поставленный Дмитрием Акрише. Вы можете запишите адрес, пожалуйста, улица Исаковская, 20, корпус 1, квартира 30. Что у вас случилось? У меня тут это, курьеры. Какие курьеры? Курьеры посылку принесли. Курьеры посылку принесли? Да, сидят в меня и не уходят. Молодой человек, еще один такой звонок от вас. Мы приедем и оформим вам ложный вызов. Постановка Сережа очень тупой от режиссера Норильской Маяковки Тимура Файрузова. Теплее всего принятая зрителями и критиками, в доработанном виде пополнит репертуар театра уже в марте. Эксперты-полярки в этом эскизе отметили хорошо обыгранный юмор и актерскую игру в целом. Вторая постановка, которая войдет в программу, пьеса «Ради тебя» от молдавского режиссера Дмитрия Акриша. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скажут на краевом фестивале «Театральная весна». Анастасия Гринько, новости северного города. Далее о поводе для гордости. Норильск попал в Книгу рекордов России. Чем же наш город отличился, расскажем далее. В дни празднования 65-летия Норильска горожане стали участниками самого большого городского флэш-моба. На почти 250-метровом баннере им предложили оставить свои поздравления городу. К делу люди подошли с энтузиазмом и несколько тысяч человек оставили пожелания. Почти полгода организаторы занимались оформлением рекорда. Несколько раз баннер измеряли, готовили документацию. Его длина составила 249 метров. Этот баннер стал самым длинным поздравительным в России. Номинация шла в длину. Мы именно заявились как самая большая в части длинная. Большое спасибо горожанам. Они очень активно участвовали в оформлении этой открытки. Конечно, досталось нам достаточно тяжело. Мы несколько раз перемеряли, переснимали эту открытку. Но мы ее все-таки получили. Сегодня идут переговоры с представителями аэропорта и спортивно-развлекательного комплекса «Арена», чтобы разместить части баннера в этих местах. Свой рекорд может поставить и норильский фотограф Алексей Орлюков. Его коллекция насчитывает около 200 фотоаппаратов, выпущенных в разное время, десятки кинокамер, пленок и прочих ретро-вещей. Виктор Пихтарь побывал в гостях у коллекционера. В коллекции норильского фотографа Алексея Орлюкова десятки советских и зарубежных фотоаппаратов, кинокамеры, пленки, а также виниловые пластинки и прочие вещи, сделанные, по словам Алексея, с душой. Фотоаппараты для меня интересны тем, что в отличие от современной аппаратуры, это вещи механические. То есть на сегодняшний день изготовить фотоаппарат достаточно сложное мероприятие. В 20 веке изготовление фотоаппаратов было сложной и кропотливой ручной работой. Особой популярностью в мире пользовались советские камеры марки «Зенит». В конце 50-х годов американские журналы писали, что фотографическая область СССР добился таких же успехов, как создание баллистических межконтинентальных ракет и спутников. Новый фотоаппарат, я необычайно рад, как ты луха и штатит, я так сильный обетит, обетит. Норильский коллекционер стремится собрать на своих полках всю историю фото- и видеоаппаратуры. Самые старые модели его собрания датируются 30-ми годами 20 века. Довоенный, я так скажу. Допустим, есть фотокор у меня 37-го года. В отличие мне достался в идеальном состоянии, в идеальном, с паспортом, с инструкцией, в кофре, в своем родном. 37-й год. Но есть еще более древние модели, вот эти кодеки американские. Есть немецкие аппараты, тоже достаточно древние. Коллекцию Алексей собирает везде, где только можно. Блошиные рынки, российские и зарубежные комиссионки. Фотограф надеется, что это занятие продолжат его дети и собрание будет фамильным, а не музейным. Что же касается выставок, то коллекционер охотно представляет экспонаты и свои лучшие фотографии. Например, на площадках Норильского музея и городского центра культуры. Расскажите, это природа, животные, производство. Что в основном вы выставляете? Поскольку мне по профессии пришлось производство больше всего снимать, поэтому я очень люблю снимать природу. В пику профессии. И надо сказать, что, конечно, самое сложное – снимать животный мир. То есть это простому охотнику пошел утку, пристрелил и готово. А чтобы хорошо, красиво снять утку, надо потрудиться. Алексей Орлюков трудился фотографом на Норильском комбинате более 40 лет. За эти годы он снял десятки тысяч кадров. И на его выставках опытный наблюдатель может разглядеть стыки эпох пленочной и цифровой фотографии. Сейчас вот только специалист поймет, где пленочная, а где цифровая. Но уже век цифровой фотографии настал. Плёночную мы уже отправили на пенсию. В отличие от плюночных фотографий, норильчанин сидеть на пенсии не намерен. И сегодня продолжает фотографировать для норильских газет. Виктор Пихтарь, Александр Ворь, Геннадий Зверев. Новости северного города. Ночью на Риске облачно, небольшой снег, ветер южный 1,6 метров в секунду. Температура в городе минус 25, минус 28, в Дудинке минус 24, минус 27. Днём в городе облачно, небольшой снег, ветер юго-западный 27 метров в секунду. Температура в городе минус 26, минус 29, в Дудинке минус 25, минус 28. Здравствуйте, это Сапрамат. И поговорить мне сегодня хотелось бы о скорости. Именно скорость развития одного события меня очень впечатлила накануне. В среду по интернету разлетелась новость о том, что на Кузбассе дети падают в голодные обмороки в школах. Такое заявление сделал уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын на заседании областной думы. Вот его заявление. Одни дети у нас идут на обед в школах, а другие сидят в классах и не обедают. Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться. У родителей нет денег, чтобы покормить ребенка с утра, а тем более дать ему на обед те самые 50 рублей, которые ребенок должен оплатить за обеды. Эти случаи не единичные. Сначала был один ребенок, теперь покатился целый ком, цитирует омбудсмена агентства Интерфакс. Кислицын отметил, что такая ситуация наблюдается с учениками сельских школ и детьми, которых привозят в школы из поселков. Об этих случаях ему стали сообщать с недавних пор классные руководители, которые и заметили социальное расслоение среди учеников, связанное с питанием. При этом омбудсмен отказался назвать школы, в которых случаи с обмороками были зафиксированы, сославшись на конфиденциальность информации. Впрочем, Дмитрий Кислицын подчеркнул, что для решения вопроса с питанием он был вынужден обратиться к коммерческим предприятиям с просьбой оплачивать расходы детей. И сегодня подобное шество есть над одной из школ Кемеровского района. Помощь оказывается 11 детям. А в целом, по его словам, для решения проблемы необходима помощь государства. Эта помощь не заставила себя долго ждать. Но сначала резко активизировалась кемеровская власть, для которой новость о голодных обмороках детей стала преслабутым громом среди ясного неба. Практически сразу последовало поручение губернатора Кузбасса Сергея Цивилева проверить наличие фактов голодных обмороков детей. А господина Кислицына власти пожурили за то, что он не забил тревогу сразу, как только стало известно о первом подобном факте. Удивило прежде всего то, что детский омбудсмен не забил тревогу, не сообщил губернатору, не побежал в департамент образования, не поднял педагогическую общественность, переживая за судьбу голодных детей. Он выждал почти месяц, чтобы сделать публичное заявление перед депутатами, цитирует пресс-служба областной администрации заместителя губернатора Елену Пахомову. В Кемеровском департаменте образования и науки заверили, что охват школьников горячим питанием в прошлом году превысил 90%. Добавив, что почти во всех муниципалитетах утверждены категории детей, которым выделяются дотации на еду. Речь идет о более чем 56 тысячах получающих питание льготниках, на что в прошлом году выделено почти 439 миллионов рублей из бюджетов различных уровней. Далее события уместились в какие-то 2-3 часа. Сначала Следственное управление Следственного комитета России по Кемеровской области начало проверку как заявления Дмитрия Кислицына, так и собственно самих школ. Затем уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру и тоже с просьбой провести проверку. А вот в последовавшем дале заявления госпожи Кузнецова прозвучало следующее. В частности сообщается, что дети из малообеспеченных семей, которым положено льготное питание, получают в обед порции намного меньше, чем дети из обеспеченных семей. Кроме того, порой ученики, в чьих семьях есть финансовые проблемы, стесняясь своего положения, отказываются обедать вместе со всеми. В итоге есть случаи падения детей в голодной обмороке, говорится в сообщении, размещенном на сайте Анны Кузнецовой. Там же отмечено, что в аппарат уполномоченного систематически поступает обращение от родителей, обеспокоенных качеством питания детей. В 2017 году был проведен мониторинг обеспечения здорового питания детей дошкольного и школьного возраста. Особое внимание обращалось на его доступность, повышение стоимости и организацию бесплатного питания льготных категорий. Мониторинг выявил ряд проблем, которые оказались схожими для многих регионов. Их должны снять новые санпины, которые сейчас разрабатываются. Под занавес дня Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Общероссийского народного фронта сообщил, что комиссия по расследованию информации о голодных обмороках детей в школах Кемеровской области не подтвердила таких фактов. Подобных обращений ни от сотрудников школ, ни от родителей не поступало. Данные факты не зафиксированы в журналах школьных медиков. Работа по контролю за состоянием детей со стороны медицинского персонала отлажена. Горячим питанием сегодня охвачены 85-90% обучающихся. Остальные отказываются от школьного питания по разным причинам. В основном берут обеды с собой из дома, говорится в сообщении пресс-службы ОНФ. То есть дело почти закончено. Неизвестно, найдутся ли теперь падающие в голодный обморок дети. Неизвестно будущее Дмитрия Кислицына, если дело, как говорится, замнут. Однако, на мой взгляд, такие заявления просто так звучать не будут. Голодные детские обмороки, как показатель дня сегодняшнего, это, как говорил Евгений Шестаков, квадратный километр горя суровой российской реалии. Это был Сопромат. До встречи.